бискульт привет друзья с вами сергей интернет-магазин и сегодня речь пойдет о том как правильно заниматься на велотренажере к примеру возьмем модель хаусфит HB81168 основные важные моменты нужно учитывать это касается если вы только решили к примеру приобрести тренажер вам нужно обратить внимание один важный момент это высота сиденья максимальная которая в данной модели когда выбираете велотренажеры эти параметры нигде не указываются в технических характеристиках вы их не найдете вам нужно звонить менеджеру и чтобы он вам подбирал велотренажер под ваш рост потому что далеко не во всех моделях в частности в моделях которые до 250 долларов они в основном все идут высота сиденья у них 90-95 сантиметров максимум этого будет мало для человека ростом 175 и выше если вот пример у меня рост метр 82 мне в идеале подходит тренажер с высотой сиденья здесь метр 15 и это непредельная высота то есть еще можно выше поднимать для чего важно понимать о том что нужна высота такая потому что когда вы занимаетесь на велотренажере важный момент у вас должны колени в максимальном положении когда у вас максимально поднято сиденье ну не максимально скажем а под ваш рост у вас колено не должно полностью разгибаться колено у меня во время движения полностью не разгибается это нормально и правильное движение и правильно подобрана высота почему это так важно потому что если вы будете заниматься и сиденье у вас вернее ваш рост будет выше чем велотренажер доставлены по техническим параметрам у вас будут колени согнуты постоянно и большая нагрузка на коленный сустав соответственно со временем у вас будут болеть колени и вы не будете понимать почему вы купили тренажер как бы поправить здоровье оказывается вы можете угрозить то же самое касается чрезмерно высокого поднимания сиденья в тот момент когда у вас нога ровная такого тоже не должно быть у вас в этот момент тоже самая нагрузка на суставы большое разгибание сустава идет 80 градусов и это плохо сказывается о нем опять же впоследствии будут травмы то есть важно чтобы типа когда вы купили тренажер но тут уже никуда не денетесь если у вас есть возможность подрегулировать сиденье до того уровня вот я тебе показал чтобы нога не полностью разъебалась чуть-чуть не полностью разъебалась там где-то 170 градусов чтобы у вас была вот это правильная высота сиденья теперь давайте начнем еще к разминке подойдем то есть перед тем как вы начали заниматься вам обязательно нужно размяться то есть на стеклу определенно сделать и важный момент вы берете кусочки льда либо что-то холодное и растираете коленные суставы и тазобедренные суставы в районе вот личной мышцы вот эти две области задействованы во время тренировки можно кстати да еще и голеностоп он меньше страдает во время занятий в основном колено и тазобедренный эти вот эти вот места вам нужно хорошо одна и вторая нога нужно хорошо растереть холодным перед тренировкой время занятий у вас опять же если у вас правильно подобранный велотренажер значит правильно подобраны у вас есть регулировки можно подрегулировать вот себя вы можете подрегулировать высоту сиденья вот как я себе выставил можно подрегулировать сиденья по горизонтали ближе дальше вот это я называю правильные регулировки в идеале они должны быть все угол наклона должен меняться высота сиденья и горизонталь тогда вы сможете максимально комфортно под себя подстроить велотренажер для чего у вас во время занятий спина была ровная спина есть неровная она у вас не напрягается и в принципе вы никак себе не навредите во время тренировки вы сможете прокрутить педали довольно долго и последний важный момент я сам с недавних пор это узнал особенно это касается мужчин вам мужчинам нужно заниматься на велотренажере либо обычном велосипеде ездить больше 15-20 минут за один присесток почему потому что отрицательная железа в этот момент когда вы сидите по сиденьям мало поступает крови у нее после кровоток и это мне сказали уже врачи и от этого потом могут быть проблемы с ней же поэтому мужчине вам нужно заниматься 15-20 минут и потом делать небольшой перерыв походить размяться 10 минут и можете дальше заниматься обязательно помните с перерывами надеюсь это видео было полезным надеюсь после покупки велотренажера либо до того как вы его собираетесь покупать вы теперь знаете как его выбрать и как не совершить ошибку если есть какие-то вопросы можете звонить телефон есть в описании под этим видео у нас на сайте можно проконсультироваться задать любые вопросы и можно выбрать себе велотренажер подходящий наш сайт muskullshop ссылочка будет в описании ссылочка на категории товара тоже и от меня лично бонус будет небольшая скидка по промокоду который тоже будет ниже в описании спасибо за внимание с вами был сергей интернет магазин muskullshop да пребудьте с вами сила спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...